В Самару я приехал в 1850 году, накануне того, как город превратился из уездного в губернский. Была в это время Самара весьма своеобразной, и люди, проживавшие в ней, тоже отличались своеобразными характерами. С крепостными своими, правда, большинство из них уже не дрались, и за провинности не секли их лично. Но и без этого своеобразия хватало. Здравствуйте! Сегодня мы читаем воспоминания Николая Шелгунова, и вместе с ними возвращаемся в середину 19-го столетия. В старой-старой Самаре новые важные люди. С ними каши не сваришь, а сваришь, так есть не будешь. Знавал я, например, в Самаре одного богатого помещика Путилова, который имел на Дворянской собственный одноэтажный дом. А по другую, в сторону этой же улицы, напротив дома Путилова, стоял двухэтажный дом помещика Обухова, из второго этажа которого открывался превосходный вид на Волгу. Но Путилов не любил Обухова и всегда издевался над ним и в глаза, и за глаза. Вот только одних издевательств ему показалось мало. И тогда Путилов приказал выстроить на крыше своего дома три щита, разрисовав их в виде мезонинов. Он был очень доволен, что закрыл нелюбимому им соседу вид на Волгу. Или как вам, например, такая история? Как-то мимо дома Путилова ехала лошадь, которая везла бочку воды. Колеса этой телеги отчаянно скрипели. Что же тогда приказал сделать Путилов? Он выслал всю свою дворню, приказав смазать колеса. Дворня выбежала целой толпой, остановила лошадь, выпрягла ее, смазала колеса. А Путилов сидел в это время у окна и просто покатывался со смеху. А то вот еще такая история. Как-то к Путилову пришел монах за сборами для монастыря. Путилов принял его с распростертыми объятиями, усадил за стол, долго подчивал, расспрашивал, а потом сделал пожертвование и, собственно, ручную запись в книгу для сборов, где указал, что просит избавить его от глада, хлада и станового пристава ромейки. Одна выходка Путилова превосходила другую. Как-то в одном из прошений Путилов написал «Я не такой дурак, как Лопатин». Потом велел эту запись выскоблить, а по скобленному написал снова. А то, что по скобленному написано «Я не такой дурак, как Лопатин», тому верить. А как-то задумал Путилов ехать на Лондонскую всемирную выставку 1851 года. Для тогдашнего степного помещика и для тогдашней глухой Самары такая поездка была необычайным подвигом, о котором еще за полгода до него заговорил и сам Путилов, и вся Самара. Некоторые, однако, уверяли, что Путилов только острит. Но он не острил, а заложив имение в 25 тысяч, собрался и действительно уехал. Доехав до Москвы, он нанял квартиру в 30 комнат и зажил как у себя в деревне. Через два месяца он вернулся-таки в Самару и привез два необыкновенных бронзовых светильника, вышиною «Оршинов-2» со множеством подсвечников и самых причудливых завитков. Когда в подсвечниках зажигали все свечи, то получалось нечто вроде рождественской елки. Светильники стоили 800 рублей. И это было все, что привез Путилов из 25 тысяч, взятых им под залог имения. Оказалось, что действительно Путилов только острил. А вот какой запомнила Самару супруга Шелгунова, также оставившая мемуары, в которых нашлось место и для нашего города тоже. Через год после отъезда Николая Васильевича в Самару мы были обвенчаны в Выборге и отправились на нашем Тарантасе к месту его службы. В Симбирске до нас дошел слух, что Самара сгорела вся. Поэтому от Симбирска до Самары мы ехали с тревожным чувством и уже наверняка знали, что тот квартал, в котором была квартира Николая Васильевича, сгорел без остатка. Наконец, наше судно причалило к городу местами еще дымившемуся. Это была громадная черная площадь с торчавшими то там, то здесь израсовыми печами. Очевидцы пожара рассказали, что во время его поднялся такой страшный ветер, что головни разносило на очень далекие расстояния. В одной улице не сумели спастись даже пожарные, которые сгорели вместе с трубой, из которой они пытались заливать пламя. Жители города целыми толпами бежали к реке Самаре и погружались в нее, пытаясь укрыться от огня. Но и там их ждала беда. Дело в том, что вдоль берега тянулись хлебные амбары, которые тоже незамедлие загореться. А от них пламя быстро перекинулось на суда, которые не успели выйти в Волгу. К несчастью, все суда были нагружены смолой, которая тоже ярко горела и превратила реку в настоящий ад. Пожар пощадил только одну часть города. Расположенный на его пути сад стал для пожара непреодолимой преградой. И он не пошел дальше. Мы с Николаем Васильевичем, живя в Самаре, оставались прежними идеалистами. Всегда выходили из своих комнат вполне одетыми и продолжали говорить друг другу «вы». В уезд Николай Васильевич никогда без меня не ездил. И единственный раз, когда ему пришлось ехать на следствие, он писал мне ежедневно. До нашей женитьбы мы оба постоянно читали. Но, живя в Самаре, я не помню, чтобы у нас водились какие-нибудь книги. Когда Николай Васильевич уезжал в управление, я ехала в небольшой деревянный дом, где в Мезонине жил старенький-старенький старичок на пенсии вместе с женой и двумя дочерьми. Я ездил к ним почти каждый день. И старуха учила меня искусству перешивать платья и шить новые. На первое время нас приютил начальник Николай Васильевича, снабдив нас комнатой, хотя бы и без мебели. Но мы были рады и этому. Впрочем, Николаю Васильевичу все равно приходилось не сладко. Его сильно трепала лихорадка, которая в Самаре еще усилилась. Ввиду отсутствия какой бы то ни было мебели, Николай Васильевич устроился на полу, подослав под себя шинель. В результате этого с ним сделался сильный жар, и он впал в беспамятство. Хорошо еще, что один знакомый привез к нам доктора и помог в приискании квартиры, куда мы не замедлили перебраться. Из всех наших вещей, сгоревших, во время пожара, каким-то чудом сохранился только мой рояль, отданный Николаем Васильевичем перед отъездом немцу-аптекарю. И надо же было такому случиться, что аккуратный немец-аптекарь позаботился спасти чужую вещь, бросив на произвол судьбы всю свою аптеку. А вот наша скрипка, отданная другому лицу, благополучно сгорела. В итоге, как только мы переехали на новую квартиру, сейчас же внесли в нее мой рояль, что было очень кстати. Я сыграла венгерский марш листа, и этим произвела фурор в уездном обществе. Вечером зашедший к Николаю Васильевичу приятель рассказал, что все, кто проходили в этот час по улице, только об этом теперь и говорили. Меж тем, дома в Самаре стали расти, как грибы. Тем более, что совсем скоро прошел слух о переименовании города из уездного в губернский. Переселившись на новую квартиру с хозяйской мебелью, мы отправились наносить визиты местным дамам. И одна из них заставила ждать прихожей полчаса. А потом, наконец, вышла к нам в ярко-синим шелковом платье, из-под которого снизу предательски выглядывал серый ситцевый капот. Живя в Самаре, я знал одного молодого человека из новых купцов, управлявшего откулу. Он кончил курс в Петербургском коммерческом училище и прожил потом два года в разных местах за границей. Я был знаком с ним очень коротко. Почти каждый день посещал его и только через год узнал, что у него есть сестра. Он стыдился показывать ее, потому что она не говорила по-французски и получила простое домашнее воспитание. Держал ее в заперти, как держали в старину женщин в теремах. Никогда не показывался вместе с нею на улице и ужасно боялся, чтобы необразованная сестра не уронил его во мнении высшего самарского общества, в котором он был принят. А между тем сестра его была прекрасная, добрая и умная девушка, понимавшая многие вещи лучше своего образованного брата. Такого скверного стыда не знала прежняя полудикая Россия, и он явился к ней лишь вместе с новым модным аристократизмом. Между тем мы возвращаемся к воспоминаниям самого Николая Шелгунова. Время менялось и смягчало нравы, писал он. Менялись эти нравы и в Самаре. Женские институты и пажские корпуса наводняли провинцию новыми людьми, и она не могла не считаться с этим. Губернские балы, проводившиеся в дворянских собраниях, были маленькими копиями петербургских. Дамы на этих балах отличались изяществом и роскошью туалетов, а кавалеры – гусарской подтянутостью и выправкой. В целом же провинциальное общество стало гораздо моложе и свежее. Впрочем, погоня за аристократизмом нередко превращалась для провинциалов в настоящую муку. Знавал я в Самаре одну даму, дом которой был поставлен по образцу петербургских. Везде в нем были дорогая мебель, зеркала и настоящая роскошь. Своё бельё эта дама посылала стирать в Москву, а детей одевала маленькими шотландцами и леди. И вот тут-то случилась одна неожиданность. Неожиданность же заключалась в следующем. Приехавшие в Самару князь Черкасский и чиновник особых поручений Лошкарёв изъяснялись по-русски только о делах. Обо всём же остальном предпочитали говорить на французском. Жена самарского председателя была глубоко унижена и замолчала на год, как рыба. А через год, говорила по-французски, не хуже князя. Такая выходит каша в старой-старой Самаре. Что не тронь, то не наше, а с чужими каши не сваришь. С вами был Михаил Перепёлкин.